В последние дни даже президент Азербайджана об этом заявил, они требуют разоружения армии обороны Атсаха, хотя этого пункта нету в трехстороннем заявлении от 9 ноября и других силовых структур республики. При этом сам Азербайджан грубо нарушает положение трехстороннего заявления. Вы уже сами отметили причастившиеся случаи нарушения режима прекращения огня. И поэтому хочется понять, какой подход у Москвы к этому вопросу. И что, в принципе, намеренно Россия сделала для блокады Лачинского кордора? Потому что вы подвергли критике Эммануэля Макрона за его слова о давлении на Баку, но мы видим, что Баку игнорирует публичные, непубличные призывы Москвы. Вы видите, что Баку игнорирует Макрона? Нет, даже призывы Москвы. Вы все время заявляете, что нужно России требовать призыва Москвы. Я по поводу заявления Макрона все сказала. Может быть, не было бы стольких заявлений Макрона, и многих проблем бы не было. Как и заявлений тех, кто объявляет себя посредниками, а посредниками не являются. Мы прекрасно понимаем всю механику подобных заявлений президента Франции. Я думаю, вы их тоже понимаете. Мы также осознаем, и об этом говорим публично, что глубокого погружения в тему и реального потенциала для участия в качестве реального посредника у них нет. И они не обладают никакими квалификационными качествами, которые необходимы для решения конкретно этого очень сложного узлового проблемного вопроса. Теперь о нас. Мы поддерживаем контакты с азербайджанской и армянской сторонами в целях доэскалации ситуации в регионе. Эти контакты продолжаются на политическом уровне и по линии российского миротворческого контингента. И, конечно, многое зависит от самих сторон, их политической воли и готовности идти навстречу друг другу. Мы со своей стороны все необходимые усилия прилагаем. Субтитры создавал DimaTorzok